здарова всем с вами швы плюшка это канал бывшего осуженного приветствую всех кто любит послушать истории о криминале тюрьме и так далее сегодня выпуск будет о том как одна тюремная каста под названием мужики со временем менялась то что я видел в первый свой срок это был аж 2003 год и в последнем 2017 году я освободился кто не знает я 12 лет провел в местах лишения свободы четырьмя сроками чем я не горжусь ни в коем случае здесь просто рассказываю свою историю жизни как некие такие вот видео видео аудио книга мемуары называйте как хотите вот прошлый выпуск был как раз таки про то как блатные менялись и его назвал как они становились конченными отчасти это ну так и есть думаю вы это поняли по моим рассказам если со мной согласны там дайте обязательно реакцию и еще один был один интересный момент человек меня спросил в комментариях почему ты постоянно говоришь своих рассказах поднялся в хату поднялся на зону поднялся в бур поднялся в суд что ты не говоришь типа пришел ну дело в том что это жаргон ребята то есть там принято так говорить то есть из серии там как вот тарелка называется шлемка там кружка называется кругаль за . но ножик называется за . пятка и так далее но там так говорят это не мной придумано но когда я рассказываю я вот в это все углубляясь и знук как бы повествую вам иногда тем языком на котором там общаются кстати не забывайте что подписаться на канал по-прежнему можно лайки по-прежнему бесплатно несмотря на то что творится вообще сейчас вот но у нас в общей в общем с соцсетями обязательно подписывайтесь я вам кое-что хотел сказать и сразу начинаем нравится мой канал и контент который я делаю тогда тебе будет интересно узнать это все без цензуры и со многими интересными подробностями для этого всего лишь нужно перейти в мой закрытый телеграм-канал как туда попасть ты узнаешь видео инструкции по ссылке в описании общение по разным интересным темам 24 на 7 залетает действительно очень многое не могу искать на ютубе там по каким-то своим причинам до соображениям так что телега для этого есть ребята обязательно переходите также меня есть другие каналы все в описании все найдете как всегда vk instagram погнали итак мужики если кто не знает давайте так немножко объясню что это такое кто это то есть это основная масса зэков большинство вот которые сидят они пребывают в этой касте блять даже не знаю честно говоря с чего начать давайте отмотаем назад типа вот 2003 год вот как было раньше в общем в те времена если не знаете посмотрите обязательно первую часть вот этого выпуска чтобы понимали как было раньше раньше были понятия более жесткие вот чем сейчас все изменилось сейчас живут как бы по ситуация тогда примут все было такое строго и достаточно и в то время как бы мужики тоже были естественно другие бы было даже несколько видов мужиков то есть давайте начнем с первым был такой воровской мужик это тот человек который например как вам объяснить то есть он на свободе находится там в криминале неважно как то есть он где-то может с кем-то двигается с какой-то группой там людей да с бригады ли там с кем-то еще либо один он например домушникам работает работает да я пиздец работа работает ну там домушником не знаю угонщиком заносит в общак всех знает но ни в каких там делах каких там стрелках ничего не принимает участие но тем не менее всех он знает и его все знают по каким-либо соображениям он это делает да там по своим либо есть другой момент человек просто но ему приходится в этих рамках быть то есть он бы и рад быть знаете там может быть стать там и занять самую высшую касту вместо в кости криминальный но если допустим человек служил в армии либо когда-то работал а потом решил как бы ну пойти по блатной от этой волне он все равно вот по жизни по тем понятиям он останется мужиком то есть все вот это такой не то что это косяк как назовешь но это такой повод по которому он так сказать не сможет уже выше головы прыгнуть и вот это называется воровской мужик который там вообще там грубо говоря на короткой ноге со всеми авторитетами и так далее но по каким-то либо причинам он не может стать еще более выше вот в этой криминальной иерархии либо вот тот человек который я объяснил живет там занимается криминалом но особо в дела никакие не лезет это один вид был еще второй вид мужик деловой так называем это в общем знаете хороший пример опять же приведу фильм беспредел колган то есть он на свободе работал так далее не имел криминал никакого отношения но когда он попал в тюрьму он как бы блатные его заметили потому что там типа видно что он из такого же теста да может быть помните он там говорит характер то у тебя наш типа воровской но живешь тип ты неправильно то есть они видят что он такой шпанюк за себя ответить может характер у нее есть но при всем этом как бы тип вот один на льдине есть что такая канитель вот я тоже как-то обо всем вам расскажу ребят не переживайте там такой общак такой один на льдине прокасты там я расскажу как менялись петухи со временем там еще там и так далее вот задавайте вопросы обязательно я отвечу в каменов кто в комментариях напишет может быть попадешь выпуск тоже дружище не забывай пиши будешь самый блатной на деревню себя когда тебя покажут здесь на этом канале твой коммент и короче это называется деловой мужик люди которые живут в принципе на свободе обычной жизнью да но у них такой есть вот стержень такой знаете они вот такая шпанюк он попадает в тюрьму и как правило он тоже там балластом не валяется начинает двигаться это замечают люди его подтягивают такие люди часто становятся смотрящими за каким-нибудь раньше были за цехом например за швейка был смотрящий да если допустим тот же колган фильма был бугром это должность это красная должность то раньше в те времена к я первый раз сидел были смотрящие там грубо я был за швейкой был в целом за промкой то есть это мужик который работает но и он и смотряга там там за пилорамы не ваш зачем были вот ну честно были смотряги даже за столовой то есть за всеми объектами которые были в тюрьме были смотрящие я вам расскажу как ими становится и так далее тоже расскажу вы главное давайте обратную реакцию лайки подписки все дела колокольчик у ельчик все-все-все вы знаете и дальше чем в общем две вот этих касты да ну скажем под под подкасты мужик воровской и мужик деловой они в принципе очень похоже на единственную воровской он более ближе там к авторитетам и так далее и любой вот из мною вам названных может в принципе даже ну бывает такое что он смотрящий за зоной то есть настолько они там близки что могут смотреть за зоной там за бараками и так далее туда и почему я все это рассказываю есть еще мужик простой тогда был простой простой это тот который заехал он на работе в работает ему ничего не надо он там пару пачек сигарет на общак даст раз в месяц там еще чет то есть он там ему домой пудо и так далее но когда я первый раз сидел не каждый человек мог себя назвать не каждый арестант мог себя назвать мужиком дело в том что допустим простой мужик не всегда мог сказать что он мужик могли у него там поинтересоваться типа ну вернее не поинтересоваться возникали вопросы то есть как это все это все так устроено было раньше сложно просто пиздец то есть простой мужик он обычная когда у нее спрашивает и кто по жизни да он говорил я веду мужицкий образ жизни вообще все скажет я мужик его сброс какой ты мужик прямо вот так вот спрашивает и какой мужик мужики бывают разные и кстати вот я хочу сказать если вы там где-то слышали что мужик это там на зоне чуть ли не черт какой да из серии там здорово мужики да где-то в фильме там показ заходит там здорово мужики мг за мужики бля в поле по хуйнаны ребята вот надо было это еще заслужить чтобы тебя мужиком чтоб ты назвался мужиком раньше раньше было это был дохуя делов и короче если ты скажешь что ты по жизни мужик тебе начнут вот задавать вопросы а ты знаешь вообще значение этого слова есть значение этого слова не просто хочу ну что это означает что ты мужик и ты должен это знать я это знаю сейчас не буду здесь перечать я знаю что такой мужик бродяга там все короче что такое общак я все я все знаю значение всех этих слов я знаю здесь ну точно их не буду вам объяснять рассказ потому что пиздец уже в общем ты должен ну он должен был знать то есть ему говорит знаешь значение этого слова должен знать должен знать значение там того сего вплоть до того что ты должен вообще был знать сколько сигарет вообще в общаке в общаке барака там всех смотря кто должен был знать короче вот такая фигня иначе те могли не за несоответствие еще короче но не по башке не дали бы но пристыдили бы так что короче ну гриву бы ты опустил но такая была фигня раньше вообще когда лагеря были черный все мурчали друг другу постоянно какие-то рамсы поясни за это поясни за то там туда сюда ты кто то есть за кто из за тебя может из людей сказать что ты вот мужик там правильно и так далее живанина конечно конкретно я вам сразу говорю что я это с этой херни всегда просто сходил с ума я как бы привык так вот но я не я не люблю вот это все жевать заниматься этим словесным каратэ хотя ну я думаю вы заметили язык у меня подвешен да я привык как бы если передо мной стоит мозгаёбом просто даешь как бы ну вот в зубы и там там гораздо меньше прям вопросов сразу там по этому поводу и так далее я проще говоря такой вот был всю дорогу отморозок беспредельщик я уже рассказывал меня даже с малолетки хотели сразу в край это в красную хату запихнуть смотряга за тюрьмой потому что я очень часто людей короче лупил но всегда за дело вот на малолетки за какой-то косяк за крысящицу или зачета короче такие дела в общем раньше были такие вот разновидности мужиков а дальше чё дальше дальше я короче приехал в рязани это был второй срок там уже зона такая черный ход на красных колесах называется уже там эту зону начинали зажимать блатные были но там такие блатные что непонятно кто из них блатной а кто заводной кто короче в общем там уже знаете как там были мужики основная масса мужик и мужик были знаете еще кто там мужиком может был назваться все нормально мужики там были еще еще там была подкаста такой мужик тип с косяком вот то есть например там он подписал 106 дачу такой там подписал 106 на тоже рассказать у станислава андреевича моего корешка на канале есть видео что такое 106 в общем либо человек там проиграл ката в карты но расплатился чуть позже там либо там в чем-то был замечен короче но вот такой тип как мастевый что ли мужик ну такой мужик за которым что то есть его не загнали типа в шерсть потому что как бы уже не хотят отталкивать людей и слишком много людей с такими косяками потому что в красной зоне все проявляется в черной зоне ничего не газовать там все блатные там все налажено там менты ручные а когда зона красная или краснеет там вот лица показывают люди там все страхи все говно из людей вылезает вот и в общем там были такие он вроде как называются там я мужик мужик и мужик да но если какой-то рамс ему прям сразу по глазам стебанут что вот и подписывал там такую-то бумагу и и типа по нашим законам был подписывать нельзя ты должен был получить пизды отсидеть в изоляторе и тогда бы ты имел право себя назвать мужиком и с нами здесь на равных говорить но есть ты подписной это называлось подписной да ты мужик вопросов нет мы тебя никого не загоняем не в петушатник не в шерсть там не не знаю куда еще бля там да ты мужик все нормально но тем не менее как бы знать себя вот такая фигня были такие с косяками мужики уже стали там на многое прям вообще на многое закрывать глаза дальше третьим сроком я попал в архангельск пизжу зачем пизжу я вам здесь сижу я не знаю блять ну такая работа я же блогер третьим сроком я попал на псков там все было попроще потому что был строгий режим в основном вот этой всей дрочью чем еще рассказал дживанина там еще что-то блять там объясни поясни скажи чего какие-то вопросы эти занимаются на малолетке и на общем режиме на строгом все гораздо проще там уже люди которые там отсидели не по разу не по два определились вопросы друг другу не задают занимаются каждый уже знает как ему в зоне жить что делать короче ну есть конечно свои моменты потому что это но и перимает не санаторий что там происходит по любому какая то есть и баламуты но в основном в принципе гораздо спокойнее чем на общем режиме там и на малолетке но ясен перец там как бы особо никаких кипишей не было но мужик там принципе так же как и в рязани было то есть мужик там допустим за ним какие на такие косяки там уже не обращали внимание понимаете если человек там где-то что-то подписал когда-то там какими двумя сроками но потом при всем этом велся нормально в зоне и так далее на это не обращали внимание потому что все прекрасно понимают все видели разные зоны и вообще просидеть как бы много лет в тюрьме несколько сроков и нигде ни в какую жир не въехать ногами практически нереально то есть очень мало у кого там вообще прям все кристально ровно чисто за все это время тут я не знаю такие встреча прям единицы за 12 лет ну и вот но там как бы всем до пизды есть ты никого ничего не трогаешь там никуда не лезешь как бы тебе к тебе вопросов и не будет вот такая фигня и теперь самое интересное друзья самое интересное в архангельске вот в архангельске это чудо из чудес то что я видел вообще писать это вот спустя получается то приехал 2014 году спустя 11 где-то там 10 11 лет после того что я видел вот первой зоне где все мурчали мужик это там война бля буду и я приехал короче в архангельске там тоже строгий режим так вот там там мужики такие что это там настолько все закрывали глаза на то что было что мы чуть ли не петухом уже можно под до были случаи что и какие-то были даже вопросы по этой теме и он называл себя мужиком какие-то с воли там были вопросы что там ну и серии знаете он где-то там уснул на какой-то блатхать там кривой блять под мифом блять и его просто там обоссали как-то случайно блять или там играли там в золотой дождь они левчо вот и в слушок прошел по зоне но это как-то решилось и так далее короче там мужики были такие процентов на р-70 из тех кто вот возьмем мой барак 10 дел 70 было бывшие дневальные бывшие завхозы бывшие работники столовой короче бывшие хозбандиты там вот но бывший актив и это еще не самый худший вариант вам хочу сказать пойманные за крысятничество фуфлыжники кто проиграли в карты стукачи еще и вся эта хуйня на каждом бараке 70 процентов до где-то 70 процентов от общего коллектива составляли эти люди остальные 30 процентов оставались петухи активисты которые действующие гладкомитет и там немного там несколько мужиков которые прям просто я не знаю как вообще пропитали где-то либо просто за них очень мало информации но тем не менее понимаете когда я писать не исключением ну все кто меня смотрит знаю что я допустим был там на должности я был завхозом вторым сроком и так далее сначала я там на блатную педаль лежал потом переобулся и вот стал активистом что кстати мне не помешало ну а может и способствовал вообще по итогу стать на путь исправления сидеть сейчас вот здесь вам рассказывать истории они где-нибудь блять по ту сторону забора история об этом есть тоже на канале как чего зачем почему уже многое здесь что рассказал ну так вот очень много людей было кто там как бы на должностях еще где-то понимаете вот 70 процентов от основной массы составляла общую такая часть и понимаете как вот блаткомитет который там был они тоже там знаете такие за многими у них рыльцев пушку там такие слухи ходили что пиздец они прекрасно понимали что если взять сейчас и 70 процентов людей которые сидят в лагере а там был так в каждом бараке ребят скажу честно но где-то может там чуть побольше чуть поменьше если взять и грубо говоря строго по жизни указать им где их место ну в шерстом определить и так далее там то не останется нихуя то есть этот блаткомитет среди них останется то они сами и мужики там которых человек там 10 на каждом бараке а все остальные чуть чего у них короче ну как бы все пиздец не поддержки ничего не обратиться там не вот пополнить общак там как-то и так далее поэтому там было знаете как сделано там на это закрывались глаза смотрящий когда ну мы типа там не обращали на это внимание кто зачем чем короче было так вот и все все жили вместе вот смотряга когда там за бараком говорил то мужики пошли там надо там там происходит сходняк там раз или два раза в месяц там обсуждаются какие-то наболевший вопрос смотря как там что там рассказывать мужики пошли короче там надо сходняк устроить и все приходят все и такие как я и там похуже все стоят пьют чай он всем что-то объясняет и так далее я еще удивился и каток приехал я этого не знал я удивился там был один смотряга азербайджанец он там потом освободился он говорит блин тут есть вообще вот мужики у как у кого все ровно по жизни и один из них сидит такой да есть конечно все нормально типа это чё ты ну все 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 понимают а потом оказал что этот чел который говорит он мало того что раньше был завхозом на другой зоне активистом так он еще и действующий короче коптер на промке не он сидит то есть понятие знаете как из серии уже там типа ты кто там по жизни там я мужик да ну ладно хорошо например а потом начинаю слышать отчеты там типа ты же там был активистом или там не знаю чуть ли не петухом что-то сказал что мужик он скажет а я чё баба что ли то есть медицинской точки зрения и петух мужик у нее яйца есть там пиписька все ну все понятно ну короче блять там вообще вакханале такая ну в принципе знаете чё если там никого не лезть никого не трогать все заебись все нормально тебя трогать не будут единственное что на самом деле там короче ну если реально посмотреть на основную массу людей начинаешь как бы вот ну так ночи похеру что за кем есть там как бы там все не святые далеко и вообще за каждого можно что-то найти но когда начинаешь ковырять там такую херню находишь там основная масса была блять ну это просто пиздец я просто там был кт в шоке и я же говорю в принципе все нормально недавно у меня был выпуск тоже вот перед этим как я там парам сил с одним приблотненным он нажаловался блатным и вот единственный был момент неприятный что в такие вот таких ситуациях тебе сразу по глазам стебали вот этим вместе банули лично мне сказали почему ты на равных разговариваешь с мужиком у которого тип все ровно все ровно он там не был нигде никогда он типа вот ну такая хуйня он там блять на самом деле вот ну есть там были эти хуй в говне он сидит второй раз первый сроком там год просидел бы одет на поселке и второй раз заехал тоже на 9 месяцев он блять там толком тюрьмы не знаю просто он местный там его поддержали и он там что-то терся там с блатотой вроде но он грубо говоря он не успел нигде хромануть то есть он не прошел там крым-рым там огонь и воду чтобы где-то что-то там как бы его сущность там вылезла наружу там какие-то ситуации то есть он просто пропитал короче такая ситуация мне вот этим по глазам стебанули я им тоже высказал я гребщу мне сейчас говорите допустим да когда вам надо там вы ко мне подходит серёг там дай 500 рублей там допустим мы сейчас будем тянуть на общак там коробку чая вы ко мне обращайтесь я могу вам тоже сказать ребята я вот как бы прошлым сроком был красным это вообще мне я туда не обращаюсь ваш общак мне нужен мне уклад жизни другой я знаю как им сказать и все это объяснить но я так не делаю это ладно это короче этот рамс можете тоже на канале посмотреть единственный в общем единственный минус был в этом но если ты но это у меня просто нашла коса на камень так я спокойно сидел ни с кем ничего не рамсил да ни с кем ничего не рамсил оба предыдущее видео как я дал пизды дневальному короче в общем было нормально если главное вообще в принципе главное знаете что в тюрьме выжить то есть попал туда как бы там не звучал по моим рассказам может быть просто каких-то моментах даже весело это нихуя там тяжело там очень многие такие дубы обнимают и некоторые даже не возвращаются оттуда это просто я как бы такой с детства к этой херни все готовы было и там так далее и тому подобное вот вообще конечно там ну и нафиг еще вот так то есть смотрите подводя итог чем мы имеем раньше все мужики около блатных все базарит каждый за понятия спустя сколько там лет в семнадцатом году я освободился последний раз из 2004 спустя 14 лет просто блять одно название ты кто я мужик вжиг блять и больше не мужик из этой серии там чуть чуть ли не чпокнутые были а может и чпокнутые просто не сознавались все вот такая фигня к лучшему это или к худшему как лучше жить так тебя скажем так друг другу мозги и вот этими понятиями живанины как и объяснилось как вначале было либо жить вот так вот сплоченно более дружественно и разбираясь по ситуации обязательно дайте знать в комментариях я всегда читаю давайте на это будем заканчивать ребят берегите себя не занимаюсь никакой фигней дабы не попасть в такие плохие места не раз говорил уже и продолжай говорить что я за всех уже за вас отсидел все нормально давайте лайк подписка поддержка канала всем огромное спасибо берегите увидимся